Инфаркт случился в два ночи, а пациентка оказалась на операционном столе только в 10 утра. Сейчас врачи сражаются за жизнь этой женщины. А при Бутина раньше шансов на полное выздоровление было бы больше. Но симптомы коварного приступа она приняла за обычный хондроз. И такая ситуация не редкость. Инфаркт часто маскируется. Это может быть боль в грудной клетке. Обычно это вот она бывает за грудиной. Она может отдавать в руку, в челюсть, в спину. Но чаще всего эта боль начинается именно после физической нагрузки. То есть когда возникла дополнительная потребность сердцу работать, и оно с этим не справляется тогда. Но могут быть и немые инфаркты, которые возникают эмоциональная нагрузка. Инфаркт, говорят врачи, представляет собой тромбоз, когда кровь попросту не поступает к сердцу. Тогда доктора прибегают к стентированию, устанавливают специальный каркас, чтобы расширить сосуды. И здесь не обойтись без специального аппарата, ангиографа. В кардиоцентре сейчас таких два. Третье нового поколения к запуску только готовят. Под рентген-контролем, скажем так, лучи проникают через... И на детектор выводится изображение, где мы под рентген-контролем вводим контрастное вещество, и визуализируется уже коронарная артерия. И уже мы видим, есть там сужение, нет сужения. Можем туда поставить стенд, не можем поставить стенд, и уже определяемся. Новый ангиограф, говорят доктора, заметно отличается от своих предшественников. Картинку он выдает более качественную. А еще аппарат безопаснее как для пациента, так и для самих врачей, которым приходится сталкиваться с радиацией. Пока что установка только прошла пусконаладку, заработает в полную мощность с января. А значит, будет больше возможностей для спасения сердечников. Их число с каждым годом неуклонно растет. Анна Рашигирова, Александр Антропов, День с толком.